Жители республики, которые получали пенсии через Чувашкредитпромбанк, просят выбрать другую организацию – банк или почту. Для этого надо написать соответствующее заявление в пенсионном фонде. Напомню, 7 ноября данный банк лишился лицензии. Через Чувашкредитпромбанк пенсии получали 2590 человек. Это около 1% от всех пенсионеров республики. Половина уже определились с другой организацией по доставке пенсий. Доставка пенсии по графику в Чувашкредитпромбанке у нас 11 ноября. Должна была быть за ноябрь по 8 число. Подали заявление на изменение доставщика 1145 человек. Разовыми документами мы уже отправили получателям, 550 пенсионерам в другие доставочные организации. Помимо сообщений через СМИ, пенсионный фонд информирует пенсионеров через СМС, а также рассылает уведомления по почте. Самое главное, наша задача оказать содействие максимально, чтобы люди знали и понимали, куда обращаться. Так, руководители организаций банковских структур здесь, у вас, наверное, будут открывать счета. Здесь тоже, обращая ваше внимание, свои управленческие команды настроить, чтобы лишней бюрократии не было. В режиме онлайн счета открывались, чтобы, значит, соответственно, и оказывали содействие. Подать заявление можно лично в отделении пенсионного фонда, либо через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Вахтиар Велиев, Республика.